Вот знаете, признаться вам честно, я не особо следил за всеми марафонами, которые были до этого, но это какой-то рофл. Эй, йоу, здорово, с тобой Врумыч. Сделали анонс нового марафона, который пройдет с 14 октября по 13 ноября. Вам нужно будет выполнить 28 раз условия марафона, при этом вам дается на 3 дня больше для того, чтобы были запасные дни на всякий случай. И что нам нужно сделать? Нам нужно сделать первое, это пройти категорию реликвита Эла, ДР или Остров и Рыцарей вместе с участником вашего клана. То есть достаточно одного человека. Я думаю, будут люди твинить, ходить в несколько окнов, скорее всего, но в Элашку попасть, если так подумать, не сильно большие, наверное, нужны характеристики, но все равно это не какой-то нуба твин, там должен быть, правильно? Правильно. Идем дальше. Второе. Пройти гробницу шепотов этот данж, даже я не знаю, что там такое, вообще ни разу не видел, первый раз слышу о нем, но море иллюзий я слышал, мою макаку в принципе берут, остальных персонажей моих навряд ли каких-то либо возьмут, то есть для твинов это тоже минус, вычеркиваю. Третье. Миссия в Марая. Выполнить ежедневное часовое задание во фракции Марая 28 раз. Твином можно сделать? Да. Любым? Да. Для этого вам достаточно качнуть чела там до 90-го левела на аккаунте, это делается там буквально за часик, за два, может быть, очень быстро, качаете, фармите монеты, можете сделать. Дальше. Четвертое. Хищный звери выполнит цепочку заданий на получение призыва победить босса. Я ходил макакой на этого босса, убить ты его можешь. Вы можете зайти в пати, то есть вы можете засунуть с собой твинов вместе всех и всех довести до босса, после чего сделать призыв и убить его основой. Условно, у вас два марафоновских квеста для твинов. Остальные, я бы не сказал бы, что они супер твиновские, но вот последние два вы можете делать сколько угодно раз. Но в чем прикол? Прикол в том, что здесь 19 монет. Переходим в магазин подарков, смотрим, заходим в снаряжение камни и самое основное, с чего начинается вообще вся история, вот это вообще можно не обращать внимания, оно ничего не стоит, это алмазная броня и каменная броня. За этот марафон, если у вас 0 монет, вы получите всего лишь один камень. Ну то есть условно вы можете нафармить и вот сделать и этот, и этот марафон. Получится что? Получится 38 монет. За 38 монет вы можете вытянуть одну алмазку, одну каменку, одну длань, одну ПКС-ку там, например, камни вот эти вот. Ну и все. Ну то есть было бы 20, можно было бы согласиться. Допустим, алмазная броня сейчас стоит на галате 78 миллионов. 78 миллионов. Сравните, да? На 19 это получается, ну мы одну только можем вытянуть, да? Только одну. 78. Делим на 28. 2,7 миллиона каждый день. Единственный резон делать для твинов только в дальнейшем, для того, чтобы ждать еще следующих марафонов. Ну на что и расчет. То есть изначально, помните, марафоны были на Арктуре 103, 103, 103. То есть нужно было апнуть 309. Просто как сильно решает одна единичка уровня. Там вот на галате уже было 103, 103, 104. И это, поверьте мне, это в разы тяжелее. То есть 104 апнуть, это как апнуть 2 103. Со 102 на 103. Это очень сильно. То же самое и в этих марафонах. Вместо того, чтобы вам дать 20 монет на твинов, и, собственно, в общем количестве вы завели там себе 9 твинов пачку, завели, сходили ими, сделали часовую фракцию в марае, сделали там, например, призывного босса убили. Все, вы получили 40 монет, вы выформили 78 плюс 78, 156 миллионов. Звучит хорошо, но у вас просто не хватит монет. У вас просто не хватит монет. Но я думаю, те, кто фармит и задротит эти марафоны, они будут этим заниматься. Давайте общее количество еще также посмотрим. Общее количество монет это 100 за выполнение всех категорий. Если поделить их на 28, то вы получите... Ой, не то, я не то поделил. 100 мы делим на 20, допустим. Условно умножаем на 78, получаем 390 миллионов на одного чара, который сможет ходить в море иллюзии, ледяной ад. Остальное, с остальным проблем не возникнет. Делим на 28, равно 14 миллионов с одетого персонажа. Вот такая вот простая мотиватика. Я, конечно же, наверное, пробегусь, макака, сделаю себе этот марафон. Также есть такой вариант, что вы можете начать уже копить эти монеты для нового сервера, который откроется, скорее всего, в декабре, чтобы потом эти монеты потратить туда. Но фишка в том, что эти монеты вы там, ну, вы не сможете там вначале обменять. Вернее, вы сможете обменять, но предметы в игру передать вы не сможете в ближайшие там месяца, месяц-два со старта. Поэтому думайте сами, решайте сами. Вот такая вот краткая аналитика нынешнего марафона. Просто единичка монет. Вот прибавьте одну монету, все будут рады. Но нет, 103, 103, 104, и тут 19 монет. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!